24 глава 25 глава 25 глава 25 глава 26 глава 26 глава 26 глава мятежа. Но к шестому стиху он говорит очень конкретную вещь. Он отважился даже осквернить храм. Осквернить храм. Это была ложь. Павел ни в коем случае не пытался этого сделать. Никогда не пытался этого сделать. У него мыслей такой не было. Но нашлись свидетели, которые сказали, что так оно и было на самом деле. Не знаю, слушали ли вы когда-нибудь выступление действительно хорошего юриста. Действительно хороший юрист может выставить невиновного виноватым. А плохой юрист на самом деле даже невиновного оправдать не сможет. Этот человек жалуется о том, насколько резко, насколько грубо римский тысяченачальник помешал им убить Павла. Интересная ирония в его речи. В шестой стих он говорит, мы хотим судить Павла по своему закону, по нашему закону. Но, говорит, пришел лисей тысяченачальник и с великим насилием взял его из рук наших. Насилие совершено, говорит он. Взяли узника из наших рук. Что же происходило с узником в их руках? Его пытались убить. Его били. И юрист привлекает внимание к насилию со стороны римского тысяченачальника, который пытался остановить их же насилие, о котором он ничего не говорит. Когда мы готовим свое свидетельство, мы можем быть очень избирательными. Мы говорим об одном, умалчиваем о другом. Получается обман. Получается ложь. Он не только лжет о поступках Павла, он лжет также о поступках римского тысяченачальника. При этом он полностью оправдывает тех людей, которые готовы были на убийство. Обвинители, иудейские обвинители, пришедшие из Иерусалима, подтвердили его свидетельство. Сказали, что да, действительно он так говорит. Десятый стих. Павел начинает свою защиту, речь свою защиту. Он говорит, «Я пришел поклоняться Богу в Иерусалим. Я не пытался ни с кем спорить». Двенадцатый стих. Я не пытался устроить возмущение. Они ничего не могут доказать. Но одна вещь, которую они сказали обо мне, совершенно верна. Я действительно служу тому пути, который они называют сектой. Я служу Иисусу из Назарета. Я служу Богу отцов моих по закону, потому что написано у пророков. Дними словами, Иисус есть исполнение закона, Иисус — исполнение пророков, и нет никакого противоречия между тем, чтобы следовать за Иисусом и исполнять закон и пророков. И затем Павел снова взывает к учению о воскресении, учению о воскресении всех людей. В двадцать первом стихе он взывает к истинности воскресения Иисуса Христа, воскресения Христа из мертвых. Судья Феликс делает четыре вещи, совершает четыре плохих поступка. Во-первых, он дает обещание, которое не выполняет. Он говорит, когда Алисий придет сюда, я решу ваше дело. Второе, что он делает. Во-первых, он откладывает. Он откладывает. Во-вторых, он нарушает обещания. Он так и не разбирается. Но через несколько дней появляется его жена, а жена его еврейка, иудейка. И либо он, либо она, не знаю кто из них, решили, что почему бы нам Павла не послушать? Почему бы нам с ним не побеседовать? У него ведь есть свои мнения о Баугеях, о еврейском законе, о еврейском Богопоклонении, о том, действительно ли Иисус еврейский мессия. Он решает, что, может быть, интересно будет его жене это услышать. И он посылает за Павлом и слышит речь Павла о вере в Иисуса Христа. 25-й стих. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх. Представьте себе. Римский правитель, судья, вдруг приходит в страх. Заключенный говорит, а судья трепещет. То же самое произошло в свое время между Иисусом и Пилатом. Когда иудеи сказали Пилату, что Иисус называет себя Сыном Божиим, Пилат понял, что Иисус необычный, непростой человек и спрашивает, кто ты? Кто ты такой? Итак, первая ошибка Феликса, он откладывает то, что должен был сделать. Во-вторых, он нарушает свое обещание, он не приводит Лисия, чтобы разобраться. Третье, он пренебрегает обличением. Что такое обличение? Обличение — это осознание того, что ты поступил неправильно, и надо что-то изменить. Обличение — это осознание того, что мы ошибались либо в нашей вере, либо в наших поступках. Павел говорил о трех вещах. Павел говорил о правде или праведности, о том, что есть стандарт, есть мера добра и зла. Эту меру можно узнать. Для Феликса это была новая мысль, но есть у него совесть. Говорит он также о самообладании, о воздержании. Иными словами, о том, что мы должны соответствовать этому стандарту праведности. Павел скажет о том же самом в послании к Римлянам. Первая глава. Значит, есть разделение на добро и зло. Есть объективный стандарт праведности. То есть не то, что для одного добро, для другого зло, и наоборот. Нет, существует объективный стандарт праведности. И существует этот стандарт независимо от нас. Не мы его придумали. Он существует объективно. Он превыше нас и вне нас. Воздержание. Воздержание предполагает также, что наша задача, наша ответственность устроить жизнь свою так, чтобы соответствовать этому стандарту праведности. Поступать не так, как мы хотим. Не быть законом самим себе. Не создавать собственную нравственную систему. Нет. Наше дело соответствовать этому внешнему, объективному стандарту праведности. И в-третьих. Однажды нам предстоит суд. Настоит того, насколько мы это сделали. И сделали мы это вообще. Павел представляет это слово в присутствии римского правителя и его жены. И римский правитель испугался. Он обличаем при этом. Но обличением этим он пренебрег. Я уже говорил вам о том, что Евангелие сначала ранит нас, но затем исцеляет нас. Я рассказал вам уже о том, что Евангелие жалит, но также и воспевает, и поет. Он ранен Евангелием. Он понял, что нет у него праведности. Он понял, что нет у него самообладания. Он не пытается поставить свою жизнь в зависимости от Божьей праведности. Он делает то, что хочет. Если только его не наказывают, то все нормально. Все, что может, все можно делать. А теперь Павел ему говорит, что грядет суд за все это. Он сидит на судейском месте, но понимает, что грядет и Божий суд. Будет совершенный суд, совершенная судья. Совершенный судья. Что же он делает по этому поводу? Он просто убегает. Он ранен, но к врачу не стремится. Он пытается сам залезать себе раны. Он отравлен грехом, но не берет средства. Не берет противоядия, не принимает противоядия. Прощения в Иисусе Христе. Он убегает. Он получил обличение, но пренебрег этим обличением. В обличении просыпается наша совесть. В обличении мы понимаем, что есть добро и зло. Мы понимаем, что мы идем на стороне зла. Что же теперь делать? Как быть? Он говорит, уйди, уйди отсюда. Я не хочу больше этого слышать. По-английски есть такое выражение. Мы говорим так. Мне не звоните. Я сам позвоню. Это значит, что нет, никогда не позвоню. Я больше с тобой не хочу общаться. Он говорит, когда я найду время, я тебя снова призову. Призову тебя. Но есть... Аня, кстати говоря, он совершает пять плохих поступков. Четвертый его плохой поступок. Он хотел получить взятку. Он хотел получить от Павла деньги. Кстати, я различаю здесь с моральной точки зрения два понятия. Я надеюсь, что вы сообразите, как это по-русски. Но по-английски есть два слова. Слово bribe, взятка, и extortion, вымогательство. Взятка — это когда вы платите человеку, чтобы тот сделал то, что делать не должен. Это взятка, и это грех. Вымогательство — это когда человек заставляет вас платить ему за то, что он и так должен сделать. Это вымогательство. Я никогда никому не давал взяток. Но я неоднократно был жертвой вымогательства. Когда вы ездите в разные страны, вы проповедуете, вы встречаетесь с официальными лицами разных стран, они должны сделать для вас что-то бесплатно, но требуют, чтобы вы дали им деньги. Когда платишь человеку, чтобы он сделал что-то не так, это взятка, это плохо. Но когда человек заставляет вас платить за то, что он и так должен сделать, это не ваша проблема, это и его проблема. Это вымогательство. Феликс хотел получить денег, но ни Павел, ни друзья его денег не дали. Проходит два года. Сколько-сколько? Два года. Два года продержал Павла в тюрьме. Кесария. Два года. Потому что не хотел поступить, как должен был поступить. И приходит другой правитель, вслед за Феликсом. Этого правителя зовут Фест. Порций Фест. И он не хотел обижать евреев, он хотел понравиться евреям. Да, Феликс просто оставил Павла в тюрьме. Он нарушил обещание, он так и не разобрался с этой ситуацией. Он не привел Лисия в Кесарию. Он оставил Павла в тюрьме и, в конце концов, ушел со своего поста. Приходит новый правитель. И тогда Павел предстает перед новым правителем. Потому что первосвященники и начальники иудейские недовольны тем, что Павел просто в тюрьме сидит. Они хотят привезти его в Иерусалим. И убить его. По пути. Может быть, те 40 человек еще до сих пор постятся. Два года все постятся. Я не знаю. Но Фест сказал, нет. Мы оставим его в Кесари. И выясним все здесь. Мы допросим его здесь. И вот 25 глава, 7 стих. Приходят иудеи. И начинается допрос Павла. И Фест, как и Феликс, также хочет понравиться иудеям. И он спрашивает у Павла, хочет ли Павел отправиться на допрос в Иерусалим. И здесь в юридической истории Павла происходит одна очень важная вещь. Он пользуется своим правом римского гражданина на разбирательство в Риме. Он хочет суда высшей власти Рима. Он говорит в 11 стихе, «Требую суда Кесарева». И в 12 стихе представитель Кесаря говорит, «Ты потребовал суда Кесарева». К Кесарю. И отправишься. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok